Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Репутаты профильного комитета ЗАГС «Обрание Кубани» изучили то, как отели и пансионаты Анапы проходят классификацию. К июлю текущего года свои звезды должны получить все, кто принимает туристов, включая небольшие частные гостиницы. С трехразовым чрезвычным столом, со своим собственным пляжем. Та самая система – все включено. Отдых для одного взрослого в пик будущего сезона будет стоить порядка 2-3 тысяч рублей в сутки. Помимо проживания и питания, в стоимость входит в пользование лежаками и зонтами на пляже. Закрытая территория оснащена видеокамерами, есть площадка с тренажерами, бассейн. Мы позиционируем себя как две звезды. Мы не прыгаем вверх, но не опускаемся вниз. Я считаю, что на две звезды мы соответственно выглядим. В городской администрации отмечают, что за 10 лет работы на данный пансионат не поступило ни одной жалобы. А пустых мест летом здесь просто не бывает. Чтобы получить звезды, пансионат прошел классификацию в одной из аккредитованных организаций. С 1 июля 2016 года у нас вступает в силу то, что все гостиницы, находящиеся на территории Ксанского края, должны быть классифицированы. В Анапе сейчас получается более 60% средств в гостинице, иные средства размещения, они прошли классификацию. Мы сейчас в Анапе, завтра мы едим в Новороссийск, но в целом по краю это хороший результат. Классификация гостиниц проходит не только в прибрежных городах. Это связано с тем, что в 2018 году Краснодарский край примет матчи мирового футбольного первенства. Однако в администрации Анапы отмечают, что сама тема витала в воздухе достаточно давно. По словам заместителя главы города Людмилы Терещенко, владельцы отелей, особенно те, которые предлагают свои услуги дистанционно через интернет, нашли в классификации свой интерес. Это уровень сервис, любой гражданин, который пожелает приехать к нам на отдых, любой турист, он будет уверен, что то средство размещения, на которое он рассчитывает, оно будет заявлено тому уровню сервису, который он хочет получить. Это гарантия качества прежде всего. По словам Людмилы Терещенко, на ценах классификация никак не скажется. Те, кто занимаются непосредственно оценкой уровня услуг, отмечают, что владельцы небольших гостиниц оказались даже более активными, чем их более крупные конкуренты. В итоге отель может не получить ни одной звезды, однако специалисты говорят, что для бизнеса это не приговор, а скорее повод, чтобы придумать и использовать иные конкурентные преимущества. Государственно-частное партнерство имеет воплощение в реальные дела. Глава НАПы провел рабочую встречу с инвесторами, готовыми передать муниципалитету средства на строительство детского сада. Сергей Сергеев поручил подтвердить намерение сторон подписанием инвест-договора. В кабинете главы курорта представители компании «Бэсторг». В Анапе ведут строительство жилого комплекса времена года. Готовы перечислить бюджет средства на строительство дошкольного учреждения. Сергей Сергеев дает поручение юристам в соглашении прописать конкретную статью расходов. В аннотации будет для строительства детского сада. Это не обязательно должен быть орленок, но мы должны перед ними и перед контролирующим отчитаться. Вот смотрите, 30, вот 30 потрачено. На какой конкретно объект пойдут средства, определят в рабочем порядке. При конструкции нуждается второй детский сад на улице Крымской. Также есть возможность направить частный капитал на софинансирование сразу нескольких проектов строительства. За государственно-частным партнерством будущее. Серьезный бизнес понимает, что инвестирование в инфраструктуру – это взаимовыгодные договоренности. Мы для себя четко абсолютно понимаем, чем больше будет развиваться инфраструктура города Анап, тем больше привлекательнее он будет для приезжающих, соответственно, без социальной инфраструктуры, потому что все приезжающие люди имеют детей. Детям нужно ходить в детский сад, детям нужно ходить в школу. Соответственно, и стоимость жилья в более благоустроенных районах, в более благоустроенных городах, она всегда будет повышаться. Незапланированный праздник в селе Цибана-Балка. Сегодня здесь жители, депутаты и местные власти высадили 70 деревьев в будущей аллее Славы округа. С чего все начиналось в нашем материале. Идея родилась в юбилейный год празднования 70-летия Победы. Отмечали с размахом. Программа мероприятий была насыщенной, но не хватило финальной точки. Настолько был шикарный праздник. А собраться, вот нет у нас такого знаменательного места в поселке, где можно было собрать всех абсолютно. Это же 10 населенных пунктов. Начали объезжать, смотреть. И вот решили, что вот это место, это центр поселка, это, собственно говоря, это рядом дорога, это рядом школа, амбулатория, садик, это администрация рядом. Деньги насаженцы собирали всем миром. 50 деревьев купили жители, 20 платановых клёнов подарила администрация города. Местные власти и депутаты взяли на себя организационные вопросы и помогли с техникой. Замечательный результат взаимодействия общественности, администрации, депутатов и всех жителей Приморского сельского округа. Мы здесь планируем действительно аллею славы и будем развивать и благоустройство. Вот мы сейчас, первый этап это деревья, потом тротуарные дорожки, благоустройство. И будем проводить все тематические мероприятия, те, которые связаны с патриотизмом. Если каждый из жителей посадит хотя бы одно дерево, тот город, в котором мы живем, он будет еще краше, приятней. И такие мероприятия нужно проводить как можно больше. Рядом со взрослыми ученики соседней школы. Для чего высаживают деревья, отвечают не задумываясь. Посадим деревья, чтобы было у нас красиво, чтобы зелень, прямо ярко было. Чтобы мы гуляли здесь, родителей своих приводили, чтобы смотрели, какая красота у нас. Еще эта аллея напоминает о тех людей, которые защищали нашу родину. А в планах у местного совета общественности вместе с администрацией привести в порядок спортивную площадку с уличными тренажерами, которая станет продолжением парковой части аллеи славы. Весна в этом году заявила о себе гораздо раньше обычного, а потом много раз передумывала. Но сады, откликнувшись на невероятно высокие среднесуточные температуры февраля, зацвели. В такой ситуации опытные садоводы не растерялись и к приходу возвратных холодов были готовы, защищая сады старыми проверенными методами и новыми технологиями. Наш репортаж из знаменитого Владимирского сада Бедаревых. Такого явления, как цветение персиковых садов в начале марта, старожилы Анапы практически не помнят. Кратковременные ночные заморозки подвергли судьбу будущего урожая серьезной угрозе. Трезвычайно теплые дни февральские, можно сказать, пагубно повлияли на состояние сегодняшнего персика. Почему? Потому что он вышел из состояния покоя, а потом минус 4-5 градусов, а цветочек выдерживает, это критическая является для него температура. И поэтому часть, конечно, потерпели мы, часть почек погибла. Но, когда вот сейчас он расцвел, смотрим, все-таки радует, хоть что-то есть осталось. То есть надежда на урожай есть. Отец и сын Бедарева в морозные ночи не спали. Они к катаклизмам природы были готовы и вели обработку садов современными препаратами. Есть выдерживает хорошо, а есть слабые погибают. Вот сейчас я здесь наблюдаю, здесь почки живые, все, цветут. Это уже нас радует. Наиболее чувствительно к весенним заморозкам рыльца пестика, которая может погибнуть внутри почки или уж даже уже после распускания цветка. Жизнеспособность пестика можно определить по цвету. Светло-зеленый, значит, не поврежден. Коричневый означает, что цветок потерял жизнеспособность и опыление не состоится. А в этом саду летает пчела. Стоит дурманящий аромат цветущего сада. Завершается обрезка по розовому бутону. И значит, все бессонные ночи фермеров были не напрасны. Мы очень переживали за наше садоводство в этом году, потому что морозы по нашему муниципальному образованию достигали до минус 5 градусов. В течение ночи они были затяжными, продолжались. Но были приняты хозяйственными субъектами необходимые меры профилактические. Как окуривание, так и новые методики были приняты. Это опрыскивание, повышение сахара в почве. Это привело к тем результатам, к которым мы стремились. На сегодняшний день мы побывали на одном из крестьянско-фермерских хозяйств. И увидели, что именно там, где работы были проведены, там урожай сохранился. Это означает, что 15 постоянных партнеров Бедаревского сада, пионерские лагеря и санатории будут обеспечены свежими фруктами, начиная с 20 мая, когда поспеет черешня. Ее Владимир Александрович обрезает по новой испанской технологии, чтобы быстрее и качественнее, как с куста шла уборка. Ну а самая главная и приятная новость этого года, что количество садов в Анапе вырастет на целых 100 гектаров. Сегодня состоялась сессия Совета муниципального образования. С отчетом об итогах работы за минувший год выступил начальник отдела МВД по городу Анапа Андрей Терехин. Работа Анапской полиции вызвала у депутатов множество вопросов. Депутатов интересовало, с чем связана перезагруженность анапских улиц транспортом и засилие автомобилей на газонах и прогулочных зонах. Как отчитался Андрей Терехин, в прошлом году за нарушение правил парковки и стоянки было составлено без малого 3600 протоколов, а вот к административной ответственности привлечено всего 450 водителей. По мнению руководителя Анапской полиции, одними карательными мерами проблему не решишь. Но у общественников курорта другое мнение. На их взгляд, принципиальная позиция ГИБДД могла бы переломить ситуацию. Каждый день на набережной улицы Горького и центральных магистралях Анапы стоят автомобили. В администрацию поступают десятки жалоб и фотографий. Еще один больной вопрос – пресечение полиции деятельности нелегальных таксистов. Общественники считают эту работу недовольтворительной. Вы знаете, что есть муниципалитет и отдел, который как раз этим вопросом не занимается. Система построения такси сейчас организована таким образом, что диспетчер может находиться где угодно. Во Владивостоке, в Новороссийске и так далее и тому подобное. И он передает эти заказы. Наша задача – остановить это такси, выяснить, есть ли у него лицензия на перевозку работы. Это соответствующее с этим принимать к нему какие-то либо меры, ну, соответственно, что он нарушит. Это мы делаем, но объем тот такси, который сейчас работает, и то, что мы делаем, конечно, он не соизмерит. Плюс отсутствуют парковки для постановки этих транспортных средств на штрафстоянки. Совершенно верно. Поэтому действенных мер зачастую мы убедить не можем. Недостаточный Андрей Терехин признал и работу полиции с незаконными пляжными квадроциклами. Тот размах, который существует сейчас, и то, что мы там за ремень берем, просто затраты человека час, отнимает очень много времени. Особенно в порогный сезон, когда все идет в лаврале, это определенную проблему со стороны. Еще одна острая проблема, которую неоднократно поднимал глава муниципального образования Сергей Сергеев – противодействие предпринимателям, реализующим алкогольную продукцию без лицензии. В процессе совместных рейдов полиции и специалистов управления торговлей и потребительского рынка администрации такие нарушители законодательства в этом году выявлялись неоднократно. Андрей Терехин обещал работать эффективнее в этом направлении. Председатель совета Леонид Кочетов поинтересовался, какое место в крае по итогам деятельности за минувший год занимает Анапский отдел. Сейчас 180 направлений, которые оценят оперативно-служивную деятельность территориального района. Если мы говорим по городам Черноморского побережья, то лучше нас нет ни в одной позиции. На сегодняшний день по итогам работы за два месяца, если в рейтинге в общем, мы находимся в первой десятке. На этом депутаты решили закончить рассмотрение вопроса. Больше вопросов к Андрею Терехину ни у кого не было. 2 апреля в участковой больнице номер 3 села Юровка пройдет очередной день здоровья. Бесплатные консультации можно будет получить у терапевта и врачей узких специальностей. Будет проводить измерение артериального давления, экспресс-оценка состояния сердца на кардиовизоре и другие анализы. Приглашаются жители всего района. Прием пройдет с 9 до 14 часов по адресу села Юровка, улица Молодежная, 1Г. При себе необходимо иметь паспорт и страховой полис. Генеральный партнер программы новости, производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Продолжение следует...